При Госдуме и президент Национальной Ассоциации Событийного Туризма Олег Алексеев. В Сочи эта программа работает. Здесь масса культурных и спортивных мероприятий. Но секрет успеха подчеркивают специалисты в информативности. Многие виды туризма способствуют развитию территории. Это и активный туризм. В советские времена было огромное количество туристических маршрутов. И здесь же на Кавказе это и события, это и гастрономия, это возможность почувствовать культуру региона через кухню. Ну много таких на самом деле возможностей. Нужно просто целенаправленно брать и использовать все эти средства. И не забывать о том, что информационная поддержка необходима на всех этапах. Как до, во время и после всего этого. А вот введение курортных сборов напротив может оттолкнуть туристов, считают эксперты. Опасений несколько. Первое – курортный сбор в размере 100-150 рублей в день снизит поток бюджетных отдыхающих. Сейчас можно говорить только о том, чтобы как-то минимизировать для туристов. Я здесь на стороне туристов, конечно, минимизировать потери от этого процесса. Власть сказала, и это говорилось на совещании у Путина на госсовете, необходимо обеспечить прозрачность перед туристами расходования этих денег. Ну и третье, что бы мне хотелось, чтобы сам разбор, все-таки сбор был достаточно каким-то скромным. Может быть 50-100 рублей разово. На такие деньги туристы согласятся. 100 рублей в день не согласятся. Это очень большое, это очень много. Туристы должны приехать через год, через два и сказать, вот этот памятник или эта дорога построена на наши деньги и пройтись по ней с удовольствием. Наряду с курортным сбором, рост налоговых поступлений городу может обеспечить и просто грамотно развитый туризм. Об этом участники Первого международного конгресса гостеприимства туризма и сервиса будут говорить целых три дня. В Сочи это такая большая, даже не точка и не запятая, это большой восклицательный знак в этой отрасли. И где, как ни здесь, об этом говорить и это делать. Зрелищ у нас очень много. Вот хлеба бы нам еще. Черноморская кухня, кухня народов Кавказа, кухня жителей этого города, в который вместился больше 120 национальностей, это очень важно. Хлеба и зрелищ, формула, которую давно придумали, ее просто нужно здесь осуществить. Цель организаторов сделать из конгрефест, так сказать, городообразующие события Сочи, на котором профессионалы регулярно будут искать новые точки притяжения курорта. Инга Габеша, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.